Всем привет! Смотрите как исправить ошибку динамический диск недопустимый. Как восстановить данные с такого накопителя? Динамические диски отличаются от базовых дисков тем, что поддерживают дополнительные функции управления томами, такие как слияние, охват, тома с чередованием и зеркалирование томов. На их основе вы можете создать отказоустойчивые тома типа RAID 5 или зеркала, все это можно организовать из нескольких физических дисков. Динамические диски предоставляют целый ряд преимуществ, тем не менее их повышенная гибкость имеет некоторые существенные недостатки. Восстановление данных с динамических дисков определенного типа может оказаться практически невозможным. Также они могут быть несовместимы с другими операционными системами и старыми ПК. Далее я покажу, что делать в том случае, если ранее созданный том недоступен, а в диспетчере диска вы видите динамический накопитель с ошибкой «недопустимый». Рассмотрим несколько способов, которые помогут исправить ошибку и восстановить доступ к важным данным. Прежде чем мы начнем решать проблему, важно понять, почему динамический диск может стать недопустимым. Зачастую ошибка с дисками возникает из-за проблем с метаданами, повреждений таблицы разделов или неправильной конфигурации. Это может произойти из-за плохих блоков, прерывания операций записи на диск, внезапное отключение электроэнергии, обновления и т.д. Теперь давайте определим, какие шансы восстановления данных с неисправного динамического диска в зависимости от его конфигурации. Разные типы RAID конфигурации могут по-разному влиять на результат восстановления данных. В представленной таблице вы сможете определить свои шансы на восстановление данных с неисправного массива. Итак, первый способ исправления данной ошибки с помощью встроенного инструмента Disk Management. Для запуска кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск Управление дисками. Найдите диск с пометкой Недопустимый или Инвалид. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите здесь онлайн, если данная опция активна. Если это не помогло, повторите действие с помощью командной строки с инструментом Diskpart. Откройте командную строку от имени администратора. Здесь выполните команду Diskpart. Затем лист диск для отображения списка накопителей. Далее введите SelectDisk. Здесь нужно указать номер проблемного диска. И после вводим онлайн диск. После можно проверить работоспособность. Еще в меню управления дисками вы сможете преобразовать динамический диск базовый. Но в процессе преобразования все данные с него будут удалены. Преобразование будет равносильно форматированию накопителя. Чтобы не потерять данные при преобразовании диска, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Raid Recovery. Hetman Raid Recovery будет лучшим решением для восстановления данных с недопустимого динамического диска. Поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID массивов. Поможет восстановить утерянные данные со всех возможных типов накопителей. С помощью данной программы вы сможете восстановить данные после случайного удаления, форматирования накопителя и разрушенных дисковых массивов. Поможет собрать разрушенный RAID и достать из него файлы. С помощью программы вы сможете просканировать недопустимый динамический диск, восстановить из него данные и сохранить их на другой накопитель. Таким образом вы сможете преобразовать его в базовый диск без потери данных. Скачайте, установите и запустите программу. После запуска она автоматически проанализирует систему и отобразит все подключенные диски. Выделите нужный накопитель. Если это RAID он будет отображаться вверху над физическими дисками. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее укажите тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Если данная опция активна или выполните полный анализ. Укажите файловую систему «Далее». Данный процесс займет некоторое время в зависимости от объема накопителя. По завершении найдите нужные файлы. Далее выделите файлы и папки, которые нужно вернуть, и нажмите «Восстановить». Укажите место, куда их сохранить – диск и папку, а затем нажмите еще раз «Восстановить». в результате все файлы будут лежать по указанному ранее пути. Также с помощью программы вы сможете создать образ диска и выполнить восстановление и любые другие действия с образа диска. Для этого выделите нужный накопитель и нажмите здесь «Сохранить диск» полностью. Далее нужно указать место. Вы должны учитывать, что на диске, куда вы пытаетесь сохранить образ должно быть достаточно свободного места. Далее, чтобы загрузить образ диска в программу, нажмите здесь «Монтировать диск», а затем укажите «Путь к образу», после он появится в списке и менеджере дисков. Далее вы сможете запустить сканирование с образа аналогично физическому диску. Если вы не собирали RAID из динамических дисков, вам также подойдет версия программы Hetman Partition Recovery. Здесь вам нужно просто найти нужный диск, выполнить сканирование и восстановить нужные файлы, которые программе удалось найти. После восстановления нужных файлов вы сможете преобразовать динамический диск базовый или отформатировать его и размять их заново. Также это решение поможет избежать проблем динамических дисков, но в свою очередь ограничит возможности управления томами. Для этого запустите диспетчер дисков. Здесь кликните правой кнопкой мыши по динамическому диску и выберите преобразовать в базовый. Но помните, что этот процесс удалит все хранящиеся на нем данные. Сперва убедитесь, что у вас осталась резервная копия важных данных, которые на нем хранятся. Иногда решить проблему недопустимого диска Windows довольно сложно, а иногда довольно просто. Частой причиной ошибки с диском может быть просто плохое подключение. Достаточно просто переподключить диск, после чего ошибка может исчезнуть. Убедитесь, что кабеля надежно подключены к накопителю. Проверьте питание. Не лишним будет просто отключить и снова подключить диск или использовать для подключения проверенные кабеля. Еще одно простое решение, которое может помочь повторно активации диска. Откройте диспетчер дисков. Слева найдите динамический диск с проблемой. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите повторно активировать том. Если эта опция активна, это может помочь исправить проблему с вашим томом. Еще один из методов решения ошибки – запуск проверки дисков с помощью встроенного инструмента CheckDisk. Он проверит диск на ошибки и исправит найденные ошибки файловой системы. Откройте командную строку от имени администратора и выполните следующую команду. CheckDisk. Здесь нужно указать букву диска, которую необходимо проверить. Будьте внимательны с дополнительными ключами, так как это может повредить информацию на диске. Дополнительный ключ F исправит ошибки на диске. AR находит и восстанавливает поврежденные сектора. Еще один из способов исправления ошибки динамического диска вручную с помощью Hex-редактора. Использование 16-ти ричного редактора для изменения типа диска с динамического на базовый – сложный процесс, который требует осторожности. Ошибка в редактировании может привести к потере данных. В этом случае вы должны точно понимать, что делаете, чтобы не потерять все данные на диске. Для начала нужно создать резервную копию диска. Снимите образ диска. Как это сделать я уже говорил ранее. Далее откройте Hex-редактор, к примеру WinHex. Здесь вам нужно получить доступ к физическому диску. Запустите редактор с правами администратора. Откройте физический диск, который нужно изменить. В зависимости от типа разметки вашего диска MBR или GPT нужно найти правильный сектор. Если это MBR, найдите сектор 0 и посмотрите на байты, описывающие разделы. В MBR найдите байт, отвечающий за тип раздела. Для динамического диска это будет 42. Измените его значение, соответствующее базовому типу диска. Для файловой системы NTFS это 0.7. Есть ли GPT, найдите заголовок GPT, который обычно находится в секторе 1. Далее нужно найти запись и разделов. Они начинаются со второго сектора. Найдите запись, которая соответствует разделу, который помечен как динамический. В таблице разделов GPT этот раздел будет иметь уникальный идентификатор GoID. Найдите 8 байтов атрибутов. Замените 0.1 на 0.0. После внесения изменений сохраните файл и закройте редактор. Перезагрузите компьютер и проверьте распознается ли диск как базовый. Процесс изменения атрибутов требует глубоких знаний о структуре дисков и шестнадцатеричном редактировании. Неосторожное изменение данных на диске может привести к потере данных или повреждению диска. Если вы не уверены в своих действиях, не рекомендуется вносить правки. Воспользуйтесь специализированными программами для восстановления данных. Итак, мы рассмотрели несколько методов, которые должны помочь решить проблему с недействительным динамическим диском. Если вернуть рабочее состояние массиву не удалось, воспользуйтесь программой для восстановления данных. И помните, что некоторые из представленных методов могут привести к потере данных. Для начала позаботьтесь о резервной копии важных данных перед выполнением этих шагов. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok